МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главной темой этого выпуска. Защитить детей. Региональное следственное управление организовало телефонную линию ребенок в опасности. Грозит ли Рязани ростовский менингитный феномен, мнение специалиста. Автопоездом по болезням десант рязанских медиков отправился в путь-дорогу. А теперь обо всем подробнее. Недавно в своем твиттере российский полномочный по правам ребенка Павел Астахов привел статистику за минувший год. Так вот, по его данным, в 2012 году в России совершено около 9 тысяч преступлений против половой неприкосновенности детей. Почти половина из них изнасилований. Более того, пишет Астахов, снижается возраст детей жертв подобных преступлений. Преступники выбирают себе легкую добычу. В связи с этим хочу еще раз призвать всех родителей не оставлять своих детей без присмотра. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в прошлом году в России полторы тысячи детей покончили с собой. Так передает агентство Интерфакс. По словам Бастрыкина, сейчас 20 тысяч несовершеннолетних находятся в розыске. А вот еще статистика от Астахова. На заседании Конституционного суда в своем докладе он сообщил, что общее число пострадавших детей в 2008 году составило более 118 тысяч, а в 2012 году чуть более 89 тысяч. Но, называя эти цифры, мы должны учитывать, что и число детей уменьшилось за это время почти на 20%. Пропорция неутешительная. Удельный вес преступлений против наших детей растет. Отметил детский омбудсмен Павел Астахов. Стало известно, что Рязанское региональное следственное управление организовало работу телефонной линии «Ребенок в опасности». Официальные статистические данные последних пяти лет свидетельствуют о том, что ежегодно жертвами преступлений в нашей области становится около 200 несовершеннолетних. Анализ расследуемых уголовных дел показал, что все чаще объектами посягательства преступников являются дети в возрасте от 10 до 14 лет. При этом дети, в силу своих возрастных особенностей, имеют намного меньше сравнительно со взрослыми возможности защитить себя. А возникшие физические и психические проблемы могут иметь более серьезные последствия, нежели аналогичные проблемы у взрослых. В целях немедленного реагирования на обращение по вопросам защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств в Следственном управлении Паризанской области организована работа круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности». Граждане, которые обладают информацией о том, что несовершеннолетний или малолетний ребенок может стать или стал жертвой противоправного деяния, могут позвонить по телефону 25 93 15 и сообщить о таких фактах. Беречь детей, да и не только их, надо и от опасных заболеваний. Кто мог предполагать, что в Ростове грянет целая эпидемия менингита? Сейчас пошли квалифицированные утверждения, что вспышка менингита в Ростове-на-Дону имеет китайское происхождение, но как вирус попал в Россию, остается загадкой. Загадка-то оно, конечно. Но премее всех высказался в Госдуме Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР грянул с трибуны. В связи с тем, что продолжаются заболевания менингитом, мы предлагаем закрыть все китайские рынки по стране, потому что вся зараза идет оттуда, из континентального Китая. Уже два ребенка погибли. Это чудовищно. Далее в программе о материалах Глеба Галушкина о профилактике менингита и положении дел в нашей области. Случаев заболевания сирозным менингитом на территории Рязанской области, по словам сотрудников Роспотребнадзора, в нынешнем году не выявлено. Впрочем, эпидемиологи утверждают, что именно в летнее время отмечается всплеск заболеваемости людей этой инфекцией. Медики говорят, что особенно быстро болезнь передается в коллективах и в первую очередь детских из-за слабости подросткового иммунитета. Что касается клинических проявлений, то, как правило, заболевания начинаются остро, с высокого подъема температуры, общего недомогания, головные боли, возможно, боли любой другой локализации, значит, менингиальный синдром. И обязательно, то есть если у вас или у ваших близких появляются аналогичные признаки заболевания, то необходимо обращаться за медицинской помощью. То есть самолечение в любом случае недопустимо. Поэтому в первую очередь соблюдение правил личной гигиены, а именно мытье рук с мылом, после того, как вы пришли домой откуда-то с улицы, да, вы ехали в общественном транспорте, держались за ручки дверей, неизвестно, кто трогал эти ручки перед вами, поэтому мытье рук с мылом – это обязательно. Кроме того, вот сейчас летний период времени, у нас много фруктов, овощей продается на рынках. Привезены они абсолютно из разных стран. Значит, мы рекомендуем, кроме того, что мы тщательно моем проточной водой и фрукты, и овощи, обдавать их кипятком. Если нет такой возможности обдать кипятком, ну хотя бы обдать кипяченой водой. Чтобы разгадать загадку ростовского вируса, надо, конечно, потрудиться. Хотя достаточно взглянуть в окно, чтобы понять, с таким количеством легальных и нелегальных мигрантов из южных окраин бывшей империи стоит ожидать любой заразы и любой эпидемии. Например, вот данные по Санкт-Петербургу, которые публикует информпортал Росбалт. Если в 2012 году диагноз ВИЧ-инфекции среди петербуржцев фиксировался как 60 на каждые 100 тысяч населения, то среди мигрантов этот показатель был 83. Аналогичная ситуация с туберкулезом. Среди питерцев 32,4 на 100 тысяч, среди мигрантов 154,2 на 100 тысяч. Вен заболевания 53,6 на 100 тысяч у жителей северной столицы и 206,7 у тамошних мигрантов. Особенно опасно то, что иностранные рабочие, в основном из Средней Азии, не обращаются за медицинской помощью, до последнего скрывают опасные инфекционные заболевания и не делают прививок по прибытии в Россию. Между тем, по данным УФМС, больше половины мигрантов работают отнюдь не на стройках, а в сфере услуг и торговли. А значит, все покупатели в магазинах, а также посетители кафе и ресторанов могут быть потенциальными жертвами необследованных и непривитых гостей из ближнего зарубежья. И еще столичные полицейские работники миграционной службы сейчас проводят массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Подмосковье. Операции связаны с ростом количества преступлений, совершенных приезжими. Идет прочесывание стройка нелегальных мигрантских общежитий. Операция по выявлению незаконно проживающих на территории России иностранцев будет проходить до 15 июля, сообщают корреспонденты издания Life News. Всех нелегалов предположительно депортируют обратно на историческую родину. Надо отметить, что по статистике больше половины мигрантов, проживающих на территории Московской области, въехали в Россию нелегально. Тут риторический вопрос, а кто их пустил? И что у нас за границей такие, на замки? Но здесь ответа не добиться. Дешевые рабочие силы для крупного бизнеса превыше безопасности страны. Мы от Москвы, как говорится, в двух шагах. Так что, так сказать, сегодня у них, завтра у нас. И еще о здоровье. Продолжает программу репортаж Оксаны Тебенихиной об очередных рейсах Рязанского автопоезда здоровья. Впервые социальный автопоезд «Забота и здоровье» начал работать по инициативе губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Еще в прошлом году. Тогда госпиталь на колесах проехал по районам. Год спустя, оценив положительный результат акции и учитывая многочисленное обращение горожан, депутаты Рязанской городской думы обратились к главе региона с просьбой провести ее и в областном центре. В результате маршрут акции был увеличен. В него включили 11 микрорайонов города Рязани. Конечно же, необходимо отметить, что у нас есть стационарные пункты. Это медицинский пункт для взрослых от поликлиники завода «Красное знамя», который работает в центре микрорайона и филиал детской поликлиники номер 3. Но, конечно же, мы тут можем оказать первичную медицинскую помощь. А то, что сегодня представлено 20 специалистов уже такого более широкого профиля, это, конечно, очень важно для наших жителей. Недостоево стал восьмым микрорайоном, где работали выездные бригады специалистов. В настоящее время возможность пройти в течение одного дня без предварительной записи и абсолютно бесплатно медицинское обследование рядом с домом получили тысячи рязанцев. Очереди, если и создаются, то не такие большие, как в больницах. А узнать о состоянии своего здоровья в автопоезде могут как взрослые, так и дети. Здесь желательно подойти, а можно и всех пройти при желании. Хорошо, так поездные, почаще приезжают. Всего осмотрено уже более тысячи человек. Каждый раз ведут прием почти два десятка специалистов. Около 12-13 специалистов для взрослого населения и 5-7 специалистов, педиатры, офтальмологи-педиатры тоже детского профиля. Востребованность достаточно высока, цена тем, что люди могут получить консультацию, получить направление на необходимое обследование тут же. И потом с результатами уже этого обследования подойти опять к специалисту, получить нужные рекомендации и дальше уже проводить лечение с помощью, по этим рекомендациям, с помощью своего доктора по месту жительства. После недостойва автопоезд посетит еще поселки Мервино, Южный и Дягилево. После чего акции вновь, как и в прошлом году, отправятся в районы области. На сегодня все, а завтра, как обычно, подведем некоторые итоги недели в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Всего доброго, до пятницы! Субтитры подогнал «Симон»!